МЧС предостерегает православных К нам едет Фёдор Конюхов. Знаменитый путешественник станет почётным гостем первых в Карелии гонок на собачьих упряжках. Они помогают пробудить интерес к истокам, научиться танцевать народные танцы не просто, а очень просто. Вы смотрите новости в студии Светлана Воробьёва. Здравствуйте! Дорогу к школе в Соломином осветили. Там включили фонари и на самой дорожке, и на площадке рядом со школой. Свет появился после того, как мы рассказали о проблеме в нашем выпуске новостей. Напомню, штормовой ветер ещё перед Новым годом здесь свалил несколько деревьев. Люди не пострадали, но были повреждены линии электропередачи. Без света остался двор и ведущая к зданию школы детского сада дорога. Добираться до единственного образовательного учреждения посёлка приходилось в темноте. Эта дорожка соединяет район Газгородка со школой, с садиком и вообще с посёлком. С центром люди ходят и в больницы, и в магазины. Всё по этой дорожке. Ремонта жители Соломиного ждали в течение всех новогодних каникул. Больше всего они переживали за своих детей. После отдыха школьникам пришлось бы в потёмках добираться до учебного заведения. А учащиеся, как правило, идут на учёбу самостоятельно. Об опасениях жителей Соломиного мы рассказали в нашем выпуске новостей. И тогда о проблемах услышал даже глава республики. Реакция последовала. К началу новой четверти свет появился и на школьной дорожке, и на школьном дворе. Не перестают удивлять сотрудники комплексного расчётного центра. В декабре они пообещали жильцам 12-го дома по улице Лыжной, что с начала этого года фантастических цифр в счетах заводу они больше не увидят. Выполнили обещание довольно оригинально, просто не прислали людям никаких квитанций. Подробнее Александр Лычагин. В середине декабря прошлого года жители дома номер 12 по улице Лыжной получили от КРЦ сразу две квитанции заводу. В одной из них сообщалось о переплате в несколько тысяч рублей. А в другой жильцам предложили оплатить баснословную задолженность. Как говорится, картина маслом. Откуда эта переплата и откуда этот долг, понять мы вообще не можем. В КРЦ признали, что произошла накладка и пообещали, после нового года фантастических цифр в квитанциях заводу больше не будет. Происшёл, будем говорить, технический сбой. Поэтому в квитанциях отразилась переплата. Вот сейчас мы эту ошибку исправляем. В декабре, я думаю, что мы всё это почистим, исправим и проверим. В январе жильцы действительно больше не увидели никаких магических цифр. Квитанции заводу тоже. Это что порождает? Порождает то, что мы будем платить пенни за то, что мы просрочили будущую оплату. Я думаю, что это не случайно всё делается. Вот на этих копейках, которые собираются жители каждого дома, каждой семьи, получаются довольно-таки хорошие барыши. В КРЦ отпираться не стали предновогодняя суета, затем праздники, в общем, не успели ни в чём разобраться. Поэтому с выставлением счетов решили повременить. Мы не стали в конце года, скажем так, любой ценой эти расчёты сделать, потому что прекрасно понимаем, что спешка, она приведёт к серьёзным ошибкам. Поэтому мы взяли тайм-аут. Соответственно, мы, да, несколько позже выставим по этому дому квитанции. О том, когда именно жильцы дома номер 12 по улице Лыжной получат долгожданные квитанции заводу, генеральный директор КРЦ дипломатично умолчал. Правда, пообещал, что никаких пений должникам по неволе начислено не будет. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал Ника+. Традиционные крещенские купания на этот раз в Петрозаводске запрещены. Такое решение приняла специальная комиссия. Дело в том, что озёра в Петрозаводске не замёрзли, специальную прорубь соорудить не получится. А с берега купаться довольно опасно для жизни. По словам сотрудников МЧС, последние годы купания в проруби носят не иначе, как истеричный характер. Сигануть в ледяную воду на крещении не пытается только ленивый. При этом граждане забывают об элементарной безопасности. Так, два года назад в Твери на крещение под лёд провалилось сразу 70 человек. По счастью, никто не погиб. У нас таких происшествий не было. Чтобы не испортить статистику, купание в этом году не будет ни на улице Московской, ни в Соломином. Озёра не замёрзли. Подозревая, что граждане могут устроить заплывы с берега, МЧС предупреждает. Спуститься в воду легко, выйти на берег во много раз сложнее. Если даже кто-то будет их фиксировать и помогать выходить, получение травм, я думаю, в 90% случаев тоже будет обеспечено. Потому что последние сутки перед крещением обещают метеорологи понижение температуры до 10-15 градусов. Это будет сплошная ледяная корка, которая будет резать тело хуже стекла. На крещение спасатели будут дежурить в обычном режиме. Выйдут на любые экстренные вызовы. Но сотрудники МЧС напоминают. Длина Петрозаводской губы 26 километров. Спасти всех экстремалов будет достаточно сложно. В Карелии будут гоняться на собачьих упряжках. Чемпионат России стартует 21 января в Пряжинском районе. Среди почетных гостей знаменитый путешественник Федор Конюхов, а также профессиональные спортсмены со всей страны. Организовать гонки на собачьих упряжках удовольствие не из дешевых, особенно для района. Потому большинство денег получили от спонсоров. Общий бюджет чемпионата 1 миллион 700 тысяч рублей. Для зрителей организаторы обещают питание, палатки с обогревом. Почти все базы Пряжинского района, а их более 30, уже получили заказы на размещение гостей. Вход на праздник будет символичным – 50 рублей. А детей до 10 лет и вовсе пустят бесплатно. А еще их обещали покатать на собачьих упряжках. Ожидается на сегодняшний день где-то примерно 50 заявок уже есть на участие в соревнованиях. Мы ожидаем где-то примерно зрителей, ну, наверное, не будем замахиваться очень много, но тысячи три, наверное, будет. Это для районного центра, на наш взгляд, это хорошее количество людей. Одним из главных гостей праздника станет знаменитый путешественник Федор Конюхов. Мы с ним дружны. Что его в первую очередь привлекло, кроме двух? Собаки. Что он сказал-то, как он приедет? Собаку, конечно, приеду. Он приезжает сюда, сыну показать собаку, он приезжает вот к почетным гостям. Это не подготовка, не отдохнуть. И поддержать нас. Да, и поддержать нас, да. Гонка на упряжках стартует 21 января в 11 утра от спорткомплекса в Пряже. Чему учат народные танцы, расскажем сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Строительная компания ВЕК предлагает квартиры в новом малоэтажном жилом комплексе «Северное сияние». Комплекс «Северное сияние» расположен в зеленой зоне Петрозаводска. Это действительно уголок спокойствия, комфорта и тишины. Жилой комплекс «Северное сияние» – это новое качество жизни для вас и вашей семьи. На сцене музыкального театра 21 и 22 января премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». Неувидающая история о любви и судьбе. Билеты уже в продаже. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры, бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. 8 марта. День Святого Валентина. Свадьбы, дни рождения, юбилеи, романтические свидания и просто так. Поводов подарить цветы ровно столько, сколько дней в году. Сеть магазинов «Флора Люкс». В магазине «Позитроника» ты купишь телевизор, компьютер или ноутбук с новогодней скидкой 20%. Круто! «Позитроника» Коголевский центр. Отличная новость от центра снижения веса «Барменталь». Теперь все услуги вы сможете получить в кредит на максимально выгодных для вас условиях. «Барменталь». Новые возможности. Промо. Реклама на телевидении. Вы смотрите новости. Спасибо, что остались с нами. И мы продолжаем. Численность карельского народа сокращается. Об этом говорят итоги последней переписи. Она проводилась в нашей стране в 2010 году. Так, к концу первого десятилетия 21 века в России осталось всего 60 815 карелов. Хотя еще в 1926 году их было более 240 тысяч. За последние 8 лет численность карелов в России уменьшилась более чем на 30 тысяч человек. По данным переписи 2002 года в стране было 93 344 карела. В нашей республике карелов осталось только 45 540 человек или около 7,4% населения республики. Не лучше обстоят дела и с вепсами. Они уже признаны в России коренным малочисленным народом. Сейчас вепсов всего около 6 тысяч человек. В Карелии живет чуть более половины из них. И все более популярна становится в наше время заморская культура. Так научиться танцевать самую простую ирландскую джигу может каждый. В этом убеждены музыканты группы Skylark и танцоры студии Art Forge. Кстати, через популярную в мире фолк-культуру участники начинают интересоваться и своими истоками. Илона Румянцева с веселого концерта. Освоить финский танец можно даже в фойе перед концертом. Участники студии Art Forge, кузницы искусства, сами научились и другим советуют. Art Forge и группа Skylark устроили Старый Новый Год, представив культуру многих народов. Британии, Скандинавии, Финляндии, Карелии, Шотландии, но и соблюдая одну традицию. По праздникам всей семьей собираться у камина. Вырезать снежинки, лепить печеньки, угощаться пуншем. А когда доставали старинные инструменты, начиналось самое веселье. Андрей Смолин сам изготавливает разные кантели. Но в группе есть и редкие для Карелии инструменты. Шведский нюкель-харпа, а также выходец из Греции – бузуки. Музыканты многие обратили на него внимание, на его интересное звучание, и начали его перенимать, использовать в своей музыке. Вот, например, вот этот инструмент, он – это ирландский инструмент – ариш-бузуки. Группа сегодня активно пропагандирует популярные во всем мире ирландские танцы. Но через модную культуру музыканты неизбежно приводят молодежь к своей родной. В процессе обучения мы ребятам показываем, вот смотрите, это джига, а вот это круга, а вот это шоттис. Посмотрите, насколько все это зажигательно, насколько интересно. И в итоге у нас многие ребята начинают открывать этот мир, который близок к ним. Многие начинают изучать свои языки, вспоминать, что «Ой, а у меня бабушка-то Карелка, а у меня папа-то Фин, а я до сих пор языка не знаю». Вот и Павел Дементьев шесть лет назад купился на джигу, а сейчас более охотно танцуют финские польки. Кстати, они и проще. Смогли ли ведущие программы «Мы народ» научиться танцевать, расскажем в нашей передаче. Илона Румянцева, Юрий Каулю, Ярослав Березин. Телеканал Ника+. После нашего выпуска и рекламы смотрите программу «Гость в студии». Сегодня в ней речь пойдет о благотворительности. О новости на сегодня все смотрите их и в интернете по адресу никадефисмедиа.ру. Добро пожаловать. Спасибо, что остаетесь с нами и увидимся. В свежем номере газеты ТВР «Панорама» читайте. Уходить не собираюсь, глава Карелии, о своей отставке, помощи районам и закрытии ФАПов. Крещение не для всех. Церковь намерена отменить правила крещения. Каждый водитель должен знать. Новые штрафы и послабления для автолюбителей. Мастер-мастерман. Легендарный фотограф о себе и своей работе в ТАСС. Все это и многое другое вы можете прочитать в свежем номере газеты ТВР «Панорама». Только с Божьего благословения мог родиться подобный поэт Сергей Есенин. 2 февраля в филармонии народный артист России Сергей Никоненко с программой, посвященной Сергею Есенину. Зубки нам лечить не больно. Зубки нам лечить прикольно. Каждый маленький клиент знает детский диадент. «Диадент». Новая добрая стоматология для детей. Есть еще зубной пароль. 5-6-3-0-3-0. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в новом магазине мужской одежды на Октябрьском 2. Регулярные авиарейсы по направлениям. Петрозаводск-Хельсинки, Петрозаводск-Москва. Быстро, комфортно, доступно. Заказ билетов в бизнес-центре спа-отеля «Карелия». Набережная Гюлинга-2. Телефон 733-717. Касса взаимопомощи. В Петрозаводске 632-077. В Кондопоге 70-070. Холодильник старый нам не друг. Телевизор надо новый присмотреть. Хочу компьютер или ноутбук. В интернете с утра до ночи сидеть. Все берем в кредит на год. Без первоначального взноса. Без забот и без хлопот. Был вопрос и нет вопроса. В Шансе выгоднее кредиты от ОТП-банка. Благополучие семьи зависит от здоровья женщины. Многие заболевания мы зарабатываем себе сами. Сверхточная оптика и лазерные технологии сохранят ваше здоровье на долгие годы. Фрау Клиник. Лиза Чайкиной 5. Мастерски приготовленные. Кулинарные изыски от настоящих мастеров. Мы удивим богатством вкусов и удовлетворим практически любой ваш каприз. Лотос Гурман. Варкауса 11. Шубы для вас. 19 и 20 января в ДК машиностроитель. Дидюля. Композитор. Исполнитель. Виртуоз. Мощный живой концерт. Музыка солнца. 5 февраля в 19 часов на сцене ДК машиностроитель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok